Вторая часть, ребята. Перед тем, как вы посмотрите вторую часть, хочу дать несколько комментариев, чтобы вам было понятно, что и как, почему происходило. Значит, в первой части, кто не видел, ситуация разворачивалась таким образом, что порядка в 40 минут у нас шел диалог с полицией, ни к чему это не приводило. Полицейские все прибывали и прибывали. Неоднократно я просил действовать дальше в процедуре. Процедура, в принципе, предусматривала доставление меня в райотдел и установление личности. Что в итоге было сделано, но как это было сделано, вы сейчас увидите на видео. Значит, полицейским по телефону дала была команда любыми способами не отпускать меня, совершить что-либо такое, чтобы задержать меня как можно дольше, что они, в принципе, и сделали. Была совершена провокация, которую вы сейчас увидите. Значит, приехал актер в форме полиции по фамилии Обидин, с такой звучной фамилией, который имитировал ДТП, просто, ну, вы сейчас увидите, как это происходило. И на основании этого мою машину конфисковали. Конфисковали ее в итоге, это все было в течение суток. Значит, руководил этим командир батальона господин Гаркун, который сейчас баллотируется, кстати, в депутаты, поэтому оцените его действия. Под номером 13 он проходит в списке, кому интересно, может потом обязательно высказать свое мнение, либо проголосовать за него, либо задуматься. Значит, доставили меня в райотдел. На самом деле, господин Гаркун лично составил на меня постановление по статье 173, это мелкое хулиганство, но составил он его немножко неправильно, потому что опознали мою личность как абсолютно другого человека. Я, в свою очередь, переношу извинения господину Радьееву, Александру Александровичу. Я не знаю, кто вы и почему именно пал выбор на вас, почему меня опознали как вас по интернету и составили на вас два постановления, я не знаю. Трудно мне сказать, оцените действия полиции, поэтому все, кто радовались в комментариях, кричали, по делам ему, так ему и надо. Вы задумайтесь, задумайтесь, ребята. Ваши коллеги составили постановление на абсолютно левого человека, два постановления. Просто взяли по интернету, взяли какие-то левые данные, составили и вручили. Но я не знаю, как можно оценивать эту полицию и действительно ошибался ли я, когда говорил им те слова, которые говорил на видео. Я не знаю. Мне кажется, что я был объективен и любой нормальный человек, любой нормальный глава семьи должен любыми способами защищать, в том числе и свою жену, от такого произвола. Если вы считаете для вас это нормальным, ну, ребята, живите, пожалуйста, в такой стране, я не хочу так жить и в любом случае буду бороться до последнего. Перед тем, как выйдут новые части, я постараюсь встретиться с господином Ценовым Дмитрием. Это начальник киевской полиции области, который, в принципе, руководил этой ситуацией. Хочу получить от него пояснение на предмет его комментариях, которые он написал вот здесь вот. Действительно, он считает ДТП, то, что произошло. Действительно, он считает, что его подчиненные попали под автомобиль. Действительно, он считает, что их сбили. Я хочу лично от него это услышать, потому что именно он хочет инициировать проверку, которая сейчас, в принципе, проходит. Хочу получить от него комментарии по уголовным делам, которые завели по факту этого ДТП. Комментарии по поводу того, почему конфисковали мой автомобиль По факту, опять же, этого ДТП Также на второй день вокруг места, где мы находились Начали собираться люди на автомобилях, какие-то кучковаться Начал ходить такой слух, что приехала какая-то силовая поддержка В общем, какие-то шли такие непонятные разговоры Оказалось, что это приехал сектор безопасности Так называемая общественная организация, которая находится в Борисполе Которую мы ошибочно приняли за каких-то титушек Поэтому тоже, пожалуйста, не расценивайте это как личное оскорбление Но я думаю, что в вашем нахождении не было никакого смысла там Полиция была в силах разобраться в ситуации И мы не совершали никаких таких действий, которые могли побудить на какую-то силовую поддержку Поэтому ждите новых частей, будет интересно Подписывайтесь на канал, пишите комментарии Всем до встречи, пока! Мне правда надоело это На, ты можешь ехать реально, а я с ними останусь, потому что это долго будет Пусть заехал Иди, мы дружину вашими чеками Не, я попросу вас просто отошли Да, первом Да, первом Не помогайте, мы понимаем, что она расценивается в Борисполе Не, че как? Вы это с радостью сделаете, если вы мне покажете, что я уступил в Борисполе Пока этого не случится Вы сейчас препятствовали? Не, не, че как? Вы сейчас у меня на данный ладикбусе Девица, данные автурсты и выходные На данный ладикбусе На что двигаться и отойдут? На лимонный счет, пока вы не отойдете Пожалуйста, двигаться и отойдете Я могу вас попросить с вашим ладикбусом? Спасибо за что Спасибо за что Вы попросили его полу Спасибо за что Мы ему сразу за ночь повернули Что вы попадете, а я отойду Спасибо за что А, на кнопку, Александра Давайте вы готовите За что делают? Как вы думаете сейчас? Важеный,ź Might Почему это? Ну, у меня Молик-Теревпу Не пожалуете Ну, что вы как нам съедете И ваш инспектор будет сейчас крикать Отойдите! Что вы так делаете? Отлежали! От вас никто не убегает! Мы не переживали! Он задержан? Автомобиль, я спрашиваю, задержан или нет? Чекабин, не установим все встали! Отойдите! А что вы что делаете? Отойдите! Отойдите! Зачем это не качели? Стоять! Сними вот это! Сними! Сними! Возьми! Возьми! Дай! Кто меня руками сейчас пробовал? Все руками сюда! Давайте спокойно! Я не понял! Что ты чудишь? Что ты чудишь? Я говорю, не толкай меня! Возьми камеру! Возьми камеру! Что ты чудишь? Что ты чудишь? Что ты чудишь? Ты что деловой? А ты меня на ты называешь? Возьми камеру! Я уже представился! Что вы не помните! Что вы не помните! Все завершаются на месте! Все видели, что подставил под колесо! Слышит чудо! Да! Стоял изначально под задним бампером! Потом... Ну что? Как вам мнение людей? Ну... Знаем! Показания напишите сейчас? Сейчас на оперативной по этому? Ну что видели? Конечно! Ребята сейчас все напишут! Так! Дайте! Не! А что, Саш? Что за правду? Давай сейчас! Прояву свою громадянскую позицию! Смотри, Виталий! Я объясню! Я приехал сюда... Нет! Мы тебе залучаем их свинка! Дабы установить данный суд! Полностью! Он нам прибавляется! Представляете! Для этого мы будем его доставлять сразу к полиции! Честно сказать, по большому счету ты знаешь, что это за что? Я не знаю! В интернете, в Ютубе можно назвать, если хочешь! Некоторые любят, когда их называют мой господин, да? Я не знаю! Это вы так любите? Нет! Нет! Я не знаю! Но, но... Как бы это было... Вы 과 classmates? Вместе с ними! Да! У меня есть... У меня есть... Вместе с ним... Черт, ваше! Вместе! Инспектор, расскажите, а вам не стыдно так себя вести? Нога болит у тебя, да? Нога болит. Нога у маленького болит. Можно поставить свою ногу? Нога болит. Но зачем вы ставили ногу? Голову положить. Чего вы голову не положили? Вот вас люди спрашивают. Под колесо. Ну я стою ногами на земле. Да, ну вот спрашивают люди, свидетели. Чего вы в голову не положили? Давайте вопросы не послушайте. Ножка болит. Безненький. Они структуем на вашего. Вашего давайте. За применение физической силы вернемся, хорошо? Вот когда с вашим мы закончим, тогда возможно к моему перейдем. Добрый. Добрый, да. А то вы хотите как-то... Вы ножку лечите инспектору. Будь ласка, поставьте себе. Я вам уже сказал, я по кругу ходить не буду. Ну так а... А вот как хотите. Видно у вас. Ножечка болит. Бедный инспектор. Я хочу, чтобы вы стали знаменитым на всю Украину со своей ножкой. Покажите, пожалуйста, что болит. Хотите стать знаменитым? Очень. А, отлично. Бедненький. Не идет кровь, нет? Кровь не идет. А страдальческое лицо сделаете для заставки на Ютубке? А я уже делаю. Не-не, такое, чтобы хороший был кадр. Ну, как-то потом вырежете. Все, что, мабуть, умеете в целом. Чтобы был хороший стоп-кадр, надо так сделать. А навесли. Я говорю, все, что, мабуть, умеете в целом жить. А вы? Вот вас собралось... Это все, наверное, Борис, польский администр, сколько человек. Все, Борис, польский администр, это все, что вы умеете строить страдальческие лица. Все, что вы умеете, это то, что вы сейчас робите. Да, ну, пусть так. Почему водитель, керуючи таким ходом, не переконался в том, что в твоем руке? В каком? Что мне? А ну, давайте, сформулируйте мысль. Не переконался в отсутствии... Дураков, которые прыгают под колесом? Нет, смотрите, что касаемо наезда, ну, он реально сам поставил. Водитель не имеет права ехать, потому что у него перешкода. Она нормальная. Знаешь, следующая оперативная группа, не ебидно. Какие-то все зафиксированы, даже ваши. Да, конечно. Вы будете в вопросах, если вы захочете. Вот и все. И там вы выложите свои думки. Будьте, пожалуйста, вам же никто не заброняет. Вы же на пакету собрался для того, чтобы данную подъю оформить и задокументировать. То есть все. Завтра у меня патрульник придет на работу, скажет, что он меня нагабывает, я не могу нести службу. Я у него запитаю, правильно? Так он сегодня уже перешел с больной головой, потому что со здоровой головой такое не делают. Не, 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 зачем он сначала остался? Он находится на месте подъеки. Ему треба идти в целом, что... Нет, давайте не будут отказаться, что работа патрульник. Я вытранялся, я выезжал автомобиля, подошел в... Я все-таки займу вашу... На товар сосредоядину. Да, донороченник. Ну, отлично. Если у меня есть, пожалуйста, вот... 63-я статья. Отлично. Он блокировал выезд транспортного засоба. Он блокировал его наградом своим движением. Сначала ставь сзади машины, потом ставь біля зеркала, чтобы машина никуда не уйдет. Вам, дадим, вас было интересно? Нет, ну, еще не треба попасть. Я вам констатую факт. Зараз приедем медичная служба, выглянем, далее зафиксуем, что пошкоджение есть на данной комединации. Ну, остановить мы ее не можем, он не предъявляет, что у него идея и документы на данный транспорт. В общем, на часа два задерживаетесь тоже вместе с нами. Я присутствую при этом, я вам говорю, что в постановлении вашем, который спросил нас... Так вы и есть свидетель, имею в виду. У нас на трое судах не задерживают в Украине. Раньше было, когда милиция была, это же полиция. Саша, они ломали мне руки, он наступил на меня и толкал. Я не понял, кто делал? Он меня наступил, это меня толкало. Это певные, что за рукиVIEм прикёртил, потому, что там стоит женщина. Что это делал с моей женой, придурок? Ну, во-первых, ты не придурок. Что ты делал с моей женой, придурок? Я не придурок. Я вас попрошу, что это происходит с политической breachей. Что ты делал со своей женой, придурок и заставанного? Я не придурок, bookstore. Что ты делал? He уп吱 меня за руки? И кто это скажу, что придурок вообще нет. Я сейчас говорю, вы заструйте! Я его за дверью... У нас видео происходит, дружина перешла и все. Что делать? Они меня испали, они здесь ярызгали меня. Я хотела присутствовать, но на этом там же ты не понял. Человек наедал на меня, но не нужно на нее задеться. Ты ей руки зачем вытончила, ты чмо кончила, я тебя кончу, ты понимаешь? Так, слушай, ты еще раз говорю, я руки от меня, ты убери, слышишь? Я еще раз говорю, вы не расслабили себя нецензурно, на сторону полицейских, разумела? Я сам не считаю тебя на самом деле, ты сам придурок, и ты за свою карту. Я еще раз говорю, так, слушай, да руки от меня. Затримаем, затримуем! Какой землю? Больной! А что у меня ломают? Он же не сопротивляется. Как это называется? А кто сопротивляется? А где у меня это сопротивление? Да, да, он не сопротивляется. А кто сопротивлялся? Нужно было провоцировать человека на все. Виталий, а зачем вы крутите? Установите особу, поедите в райотдел. Вы жена, ну, жалуются. Жена провоцирует. Ну, чего он? Ты же проконсультовал в машине, и что треба сработать? Есть все? Больные вообще что-нибудь? Больные! 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 Не, я даже не думаю, что в правильном центре. В каранты сейчас тоже. А вот грамотин скажет. Больные! Что ты бичишься? Ты думаешь, ты страшно? А почему вы бичитесь? Я не страшно, абсолютно, я не напоминаю себя, а вы что бичитесь? Будьте осуществим грамотином, в первую очередь! Полицейские нормальные будьте. Ты нормальные полицейские, которые приехали на поведование, Если вы тронете пальцы, мою жену, вам не поможет никакой закон, учти, ты понял, ни один закон тебя не спасет, только попробуйте тронуть мою жену, каждого передушу, понятно, можешь принимать это как угрозу, идти в суд, придурок, я надеюсь, ты понял, да вот видео, я его выложу, чтобы ты послушал, чтобы ты послушал, если кто-то из вас еще раз прикоснется к ней рукой или ей выломает что-нибудь, я каждому из вас выломаю отдельно. Я не понимаю, а с какой целью вообще на меня давать на уши, если я вверх-то буду сопротивлением, какие мотивы, нет, вы ругаете, вы вообще-то на местах, так я не ругаю, это мое мнение, что ты придурок, это не ругательство, это мое личное, я могу высказывать, у меня нет никаких секретов, я считаю вас придурком, я вам это не ругаюсь. Ребят, а в туалет за жену заходить, честь и гидность, вот, человека спросили вот тоже? Скажите, с какой целью у меня руки задованы за... Вы говорите только про вашу честь и гидность. Почему я обнаручил, как раздельно? Вам же пояснилось, вы себе было так агрессивно, обнимаетесь на полицейских, ображаетесь, я не знаю, ображаетесь, ображаетесь. Нет, не в этом основании. Потому что, что значит, вид вас, ты пачка, у вас ко мне личное неприязнь? Нет, ну, да, вы меня ображаете. Личное неприязнь у вас ко мне? Вы меня ображаете, вы меня ображаете, ображаете всех моих полицейских. Какая личная обража? Я за вами три часа, только сейчас стоять, не убиваться. Давайте, заводим друг друга. Может, нарушен каких-то. Заходьте, да. Извините, пожалуйста, вот как за ней бежать, в туалет, когда шел, бежал человек, вышел со скорой помощи, сейчас хромает. Смешно просто. Смешно пешил за расцвет. Смешно пешил за расцвет. Смешно пешил за расцвет. Я вообще смеюсь. Смешно пешил за расцвет. Я просто видел, как он бежал вот туда, с вашей напарочкой. Ну, вот тебе был бежать из камеры, вы же снимались все. Блин, вот жаль, ты бежал, что не побежал. Вы подходит, да, такая шла. Бегал из камеры все снимал, а тут самое интересное, я не знал. Вот где она? Так а что, давайте, это... О, нет, нет, смешно, нет. Там есть задержка. Там есть, сидит ваш. Да, нет, нет, я здесь... Можешь, мы не так садись, не так садись, не так садись, не так садись. Там, нет, нет. Девушка, так а что у вас там случилось в туалете? Что у вас? Вы сейчас спросите меня, с какой целью? Можно я дам ответ? Дякую, не перебивайте. Вы задали запитание? Я могу дать ответ? Зараз вы журналист? Нет, я не журналист. Извините, извините. Снимайте, снимайте. Это шоу, понимаете? Я с вами на 100% согласен. Поэтому, будь ласка, не заважайте. Снимайте со стороны. Я не пристаю. Можно я тоже вопрос повторю вам, чтобы вам было понятно? Они задать будут после того, как мы закончим. Воля. Воле. Водей, вы сейчас видите, на данном автомобиле. Мы уже с вами на конкурсах. После запитания водяка, мы не поднимаем. После запитания водяка, мы не поднимаем. Другой следует, ничего. После чего, сделаем замену водя, поседаем за корневой режиме, начинаем сдавать назад, после запитания водяка, наезжает на новую инспектору. Здающих в этом замок. То есть, в припочатку руку не вплинулося в то, что он будет обеспечен. Про передний диагноз, только шоу приказал, ну, что-то, что-то с ним. Так? Нужно данную информацию. А где находится пострадание? Да. А водитель где? А где водитель? А где водитель? Водитель тоже в шутке. И вот сейчас тут, скажет, что на ихтость наступил на ногу, и тоже пострадал. А он что, тоже пострадал? Ну, скажет, да, что на ихтость на наступил на ногу. Ну да, потому что, смотрите, какая ситуация. Когда вот этот товарищ, который подставлял... Вы кто припросите? Я можно тоже объяснить. Но вы кто на данной части? Журналист? Я свидетель, послушайте. Девушка, вот вы меня просили не перебивать, вы не перебивайте меня тоже. Вы не почули ответить на себя на западник. Когда вот ее напарником, жена попросила в туалет пойти, они здесь бодро за ней бегали, сходили в туалет, жена пришла с претензией, что ее чуть ли не следили за ней, они пошли в туалет и крутили что-то хотели. Жена пришла, да, сказала, что вот так и так, говорит, мне руки выкручивали, говорит, в туалет зубную поликлинику она или куда пошла. Они очень бодро за ним бежали. У нас суть аварии, суть вот этой аварии. Аварии не было. Обследователи обследовали полицейского, полицейский вышел явно хромая, так знаете, хотя сам сначала стоял. Нет, столкновение было с машиной? Не было никакого столкновения. Она наехала? Она что наехала? Я разговариваю не с вами. На бровку наехала, вы сказали? Я разговариваю не с вами. Никакого столкновения не было ни с машиной, ничего. Суть правонарушения, вы говорили в чем? Пересек двойную сплошную или что-то вы говорили? Вы даже не видели, как мы с той стороны подъехали. Девушка, а чего вы сейчас отворачиваете? Ну вы сам вот этот факт видели? Никакой аварии не было и никакого столкновения с бровкой не было. Я вам... У вас есть видео. Можно, пожалуйста, говорить? Можно, пожалуйста, как вы говорите? Говорите, я вам не мешаю. Я вас не переживаю. Девушка, вы фиксируете, почему я не имею тоже фану фиксирую. Судит на статье сорокое, на помещение... А я вам еще разговариваю. Если вы разговариваете, если не миссия, я у меня попрошу. Поэтому, пожалуйста, дайте, чтобы я вас не обмежу. Она совсем другую историю рассказывает, что было ДТП, и что наехала она на бровку. Ну вообще, то есть лепит совсем другую историю сейчас. Смотрите, так все очень просто. Будут на видео зафиксированы все. Конечно, я просто не могу понять, чего вы прячетесь. Не-не-не-не, видео имею в виду столкновение было или не было. Столкновение было какое? На бровку? На какая бровка? Я не сказала на бровку. Вот, записал на камеру. Давайте еще раз скажем. Вот встаньте там на тротуаре, можете завести на забор и снимать все, что бывает. А так не слышал. Понимаете, когда... Ну переди, будь ласка, не заважайте, если что. Я не заважаю. Я молчу, я стою, молчу. Вы просто снимаете все. Ну так мне говорят, не надо мне тыкать камеру в нос, надо говорить... Вы снимаете, они же снимаете. Каждый человек, я властно просил. Я же не подхожу к ней. Извините, ради Бога. Да працюйте, будь ласка, я со стороны просто снимаю. Тогда мне идти просто. Тогда мне идти просто. Электрично, потому что оговорено вместо водителя. Делите, видите? Я очень рада. Не, вы можете снимать, вы просто не мешаете как бы снис-напросто. В чем моя помеха? В том, что вы вот слишком близко находитесь. Тут я не успеваю даже воспринимать информацию. Я вас не выгоняю. Я вас не выгоняю. У меня вот трещина. Трещина? В стопе, так и не знал. На глазу трещину определили, медик. Покажи этого, трещину в стопе. Трещина, да, на глаз он определяет трещину. Куда вы едете? Солома, с полома. Пока меня не осмотрит врач, мы никуда не едем. Телефон, да, я возьму свой телефон? Чтобы вам узнать этот выкат, спаси меня. Да, положите в карман. Покладите в карман. Да, как рукой отпусти хоть одну. Вы покладите в карман, или нет? Покладайте в карман, да, не дайте в карман. Я сам положу руку, от вас никто не пишет. Это как больные люди какие-нибудь. Ну то вы себе нормально ходите, вас нормально запрошат. Куда вы едете? Борисовский видел полицию, Кеминского 4. Киноблок это? Ну что, должна быть видеофиксация, чтобы все четко было. Я не могу понять, я сам что ли гуляю или кто-то со мной идет? Добренько, обязательно. Дима, дима, сними наручники. Дима, 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 ну зачем цирк этот, ну что он, он кидался на кого-то. Он не кидался на кого-то, он на эмоциях за свою жену. Я понимаю, эмоции, я эмоции. Мы в райотделе сейчас, тут везде дни полицейские, снимите, пожалуйста, всего нарушения. Я хочу без вона зайти, и мы будем, я с ним уже скидалом. Домогу ли? Что я должен с вами договариваться? Я говорю, мне пригодено. Я говорю, что нет законного основания держать меня в наручника. Я хочу вас поясняться. Пишу. Два часа вы теперь в наручника держите? Да, я, то что я говорю, я громко, это не говорит вам, что это адресит. Добрый, давайте идите за инспектором, он у нас кругли, и там с ним уже скидал. Я хожу у вас здесь, для театра, что ли, походить наручники, или что? С одного кабинета в другой. Вы заблудили своим собственным зданием, или что? Пошли туда, сюда, куда идти? Я же как сказал, за инспектором. Эти кирнаты для затребов, так называются. Давайте окна подоткроем, жара тут такая, вообще, жизнь. Посмотри, как ты не затянул наручники. Эй, шо? Шо и шо? Ну шо и шо? Да, шо, 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 шо. Так, иди, шо, шо, шо. Да ничего, шо, шо. Да, вам шо, шо. Вы врач? Снова выкликали там, шо. Снова, еще ту, которую вы выкликали, еще раз ее вызовите. Да, он же приезжал уже, далось. Вы же сами відмовились от отримания допомоги. Вот когда мне врач предоставит документы, где я відмовился, а я видеофиксацию в суд, вот тогда мы будем предметно говорить. Да? Да. Сейчас мы проверим за наявными базами, в принципе, в интернете в суде уже перепроверили, в принципе, там и директор литовских фирм за приезжие, там, филиалы за приезжие, знаходи. Будете дальше... Шо? Место... Дата, филиалы, филиалы. Дата, то место народжения, видно все... С вильного доступа из интернета. Слухайте. Шо за херню вы несете? С вильного... У нас полиция определяет личность человека по базам в интернете? Дуже схожа, дуже схожа за тому, че... Не понял. Вы говорите, что у меня есть литовские фирмы в Запорожье? Я скажу про то, что я доставил звильного доступа из интернета. Что я являюсь... Да, можете по себе почитать. Собственником литовским фирмам? Вот запишите вы в интернете и почитайте по себе, там много чего пишет. Это капец. Это вообще нормально. Ты берешь с интернета любую информацию. Что написано, что тебе показалось. И все. Мы едем или нет? По интернету мои данные нашли. По интернету мои данные нашли номер 6. Какой выносят ее кальций. Можете, может быть, я запрещу вас в виду? Предприниматель, что запрещу. Вы граждан Радеев Александр Александрович, 3-10-83 года. Правильно? Ну пусть будет так. Радеев Александр Александрович, 03.10.1973 года. Мы установили? Да. Молодцы. Можно еще раз сначала? Я извиняюсь. Радеев Александр Александрович, сьогодні, 19.07.1976 года, разрядается справа про административные правопорушения. Сфотоксона Украины про административные правопорушения, так же, то есть, притягаю вас к административной ответственности, накладаю на вас тягнение, оценивши доказы, оценивши те, как вы узнете полностью свою праву. Вы узнете свою? 63-я стадия. Отже, накладаю на вас тягнение, оценивши штрафы, в размере 255 гривен. ТВ-командир от арминистративной патрульной полиции в управлении патрульной полиции Киевской область, Лехнад полиции Археевич Дмитрий Юрьевич, склав протокол про то, что гражданин Радеев Александр Александрович 3-е, 10-е, 83-е року народжение, номер 9-е не поведомо, место проживания, место Запорежье, вулица Маршала Чуйкова, 18 АКО, 357, зарегистрованный ЗТВ-адресой, номер телефона, поведомляйте, відмови, все место работы не поведомо, особо установлено на базе АРМОР, вытяг мы прикрепим до этой базы, до опыта. Я могу с вами взять тоже, да? Ну, вытяг этот смогу взять, копию? Все, с вами была информация, на жаль. Хорошо, все, все, я спросила. Справа зими материалами буде розглядатися в 20.07.18, тобто завтра в 11-й године в Борисполі, в міськрайонному суді, місто Борисполі, вулиця Небесної Сотня. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Спасибо! Согласна! Я термин вашего админзатримання припиняю. Я уже не задержан после этого, правильно понимаю? Да, ну, все же разу справа. Ну, нет, то понятно. Да, уже все, я уже не задержан. Спасибо, освободили. До бісвободен! Дякую за перегляд! С вами эти перегляд! Дякую за перегляд!